Ну, типа я приехал в UCLA. Это вот парковка, одна из парковок. Я здесь кружлял, пока еще ничего не разобрал, где что находится. Парковки у них, сразу же отдельные здания. Вот я припарковался сейчас. Вот парковка моя, с которой я вышел. Вообще вся территория очень аккуратная. Когда я тут катался, искал все это дело, не мог разобрать, куда мне припарковаться. Ну, вот теперь я могу. Сказать по-настоящему, добро пожаловать в UCLA. Я сейчас нахожусь в центральной точке университета, в сердце университета. Это главный двор. Значит, UCLA, он же университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. University of California, Los Angeles, UCLA. Он является одним из популярнейших вузов Америки. И одним из топовых и престижнейших университетов в самой Калифорнии. Ежегодно сюда поступают тысячи студентов из самых престижных средних школ всего мира. И, кстати, если вас интересует среднее образование в Америке, школы в Калифорнии, то обязательно пишите нам. Линки, все контакты ниже в описании к данному видео. Ну, или лагеря для детей. Понятно, что поступить сюда сложно. Но до того, как поступить сюда, можно приехать, посмотреть и попробовать, что это вообще такое, поприсутствовав в летнем лагере. Субтитры подогнал «Симон»! Сейчас положу камеру. На три секунды надо сделать пару фоточек для Инстаграма. Потому что локация, конечно, бомба. Красота неимоверная. Хотел бы я так в январе учиться в майке. Вот, смотрите. Как раз вот это. American Student Life. Да, американская студенческая жизнь. Все на газоне. Вот видите? Это невыдуманные истории. Не только как в фильмах нам показывают, да, в американских. Ну вот, реально. Все вот валяются на газоне, на травке перед университетом. Везде куча ресторанчиков открытых, кафушек открытых. Январь, ребята. Январь. Вот, 20 градусов на улице. Сейчас университет состоит из 6 колледжей, 7 профессиональных школ и 4 медицинских школ. Университет находится в жилом районе Лос-Анджелеса, в престижном районе. Вестфуд называется. Территория включает больше 60 гектаров. На этих гектарах находится 163 здания. Сможете представить себе размер. Университет реально не маленький. И я когда приехал на машине, я арендовал машину здесь. Если, кстати, вам интересны вопросы, там, аренды, отелей, то я на втором канале, на своем, Егор Еремеев, канал называется, я сделаю ролик именно про Лос-Анджелес и про путешествия по Калифорнии, где будет много моментов именно по отелям, где остаться, что посмотреть, аренды автомобилей, сколько все это дело стоит, как это все дело происходит. То есть это будет отдельное видео, заходите, смотрите. Вот я думаю, будет полезно, если вы рассматриваете учебу или вы рассматриваете просто приехать, посмотреть Лос-Анджелес. Ну и, конечно же, не забывайте про мой инстаграм, смапседюкейшн, так же, как название компании. Там ежедневно посты из моих путешествий, посты о поездках, советы различные. Я делюсь информацией разной, что происходит вообще и где, вот, и где я нахожусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь же в UCLA учились создатель социальной сети MySpace Том Андерсон. Она популярна в Америке у нас, в России она не была популярна. Потом училась Сьюзан Войчики, это исполнительный директор Ютуба. Ну и очень много разных известных турных имен. Они известны здесь, в Северной Америке, в России не так известно. Выпустил университет большое количество больших имен. Здесь сяди проходят туры. Вот, один только что мимо меня прошел. Не знаю, на них, наверное, надо записываться. Определенно надо записываться, но я этого не делал. Я, как обычно, самостоятельный товарищ. Если вас интересуют факультеты, смотрите, значит, факультет филологии и наук, управления, образования и информационных наук, инженерного дела и прикладных наук, связи с общественностью, право, искусство и архитектуры, факультет театра, кинопроизводства и телевидения. Ну, конечно, здесь же у нас Голливуд, как без кино и телевидения, правильно? Если интересует прям подробная-подробная информация про университет, линк ниже оставлю на сам университет, вот, где вы можете посмотреть и познакомиться более подробно с университетом. Да, и сразу замечу, если вы планируете посетить университет, то рассчитывайте, что за час сделать это не удастся, да? Ну, я думаю, что вы поняли уже, да, что когда у вас 163 здания здесь, просто обойти даже эти здания, если бы были бы как маленькие гаражики, это все равно пришлось бы долго ходить. Реально нужно закладывать минимум часа 3-4 на все это дело, минимум, если вы хотите хорошо погулять и посмотреть. Но здесь красиво и интересно. Мало того, что вы учитесь здесь, здесь еще в университете есть клубы по интересам. UCLA насчитывает около тысячи клубов по интересам. То есть, если вот я был когда в Стэнфорде и UC Berkeley, те университеты, у них где-то 600, по 600, по 700 клубов. То здесь UCLA тысяча, это же просто что-то неимоверное. Клубы, понятное дело, что включают все, что угодно. От спорта до клубов технологий, клубов по искусствам и так далее, так далее. Здесь есть тренажерные залы, не один тренажерный зал. Теннисные корты. Вот я только что видел стрельбу из лука. Здесь стадионы свои, команды свои. Все, что только можно себе представить. Ку-ку. Ну, как я сказал, здесь в Лос-Анджелесе, конечно же, есть Голливуд. Здесь есть кино и здесь есть университеты, есть факультет кино. Очень престижный, кстати. Да, и такой немаловажный момент. Университет, конечно же, требовательный. Поступить сюда, конечно же, сложно. Требования, да, высокие. Цена на все это дело тоже высокая. Но при университете есть так называемый UCLA Extension, отделение для, грубо говоря, для всех, да, но где тебя готовят, да. Тебя готовят не факт, что ты поступишь, да, и большая вероятность, очень большая вероятность, что ты, скорее всего, не поступишь, потому что это все дело сделать сложно, даже самим американцам сделать сложно. Но они готовят, если ты не поступил, то можно подаваться в другие учебные заведения. И плюс есть ряд своих каких-то специальностей. И все это стоит значительно дешевле, чем программы самого вуза. Поэтому имейте это в виду, если вам интересно, пишите про это нам. Вот все контакты ниже, вся информация ниже. Кампус очень удачно расположен и находится рядом с Голливудом. Поэтому он неоднократно являлся съемочной площадкой для многих фильмов. Из известных, тех, которых вы 100% знаете, это Чокнутый профессор, Сэдди Мерфи, Блондинка в законе, Король вечеринок, ну и многие другие. Да, и сейчас здесь продолжают сниматься всякие сериалы, фильмы периодически. И неудивительно, на территории кампуса куча прокатов велосипедов, прокатов электросамокатов. Не знаю, для студентов платно ли это или все это входит в стоимость. Думаю, что платно, но не знаю. Давайте сейчас с вами сядем в машину и немножко проедемся по кампусу. Посмотрим, что мы увидим. Правда, увидим, наверное, уже мало, потому что темнеет. Темнеет рано, тут большая проблема. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...